ну что мы сегодня с вами будем делать мы сегодня займемся вопросами какую роль играет мечта в жизни человека давайте подскажу я вам приведу на примере скажем на примере владимира высоцкого вот он когда-то понял что он пишет неплохие стихи что он владеет инструментом появилась мечта мечта быть услышанным мечта связанная вообще любовью к себе и к своему творчеству понимаете не каждый поэт и не каждый играющий на гитаре хочет быть услышанным а если те слова те смыслы те значения которые вкладываются в стихи в музыку когда настолько важны для людей то есть если есть вообще любовь и осознание ценностей то не продвигать свое творчество просто становится невозможно должно быть осознание ценности как я связываю это с вопросом мечты была мечта сначала писать хорошие стихи писать музыку создать целостный образ свой имидж потом появилась мечта чтобы это не просто лежал где-то записи в кассетах дома чтобы это было слышимо слушаемо все страны может быть и мир появилась мечта вопрос пошел двигаться надо чтобы появилась мечта надо чтобы появилась мечта у которой было очень мощное обоснование почему она должна исполниться тогда эта мечта выплатится ну вот некоторые говорят я там хочу иметь домик на берегу но и мощнейшего обоснования почему это супер важно нет если бы такое например обоснование было и было оно как бы таким это очень важно море это мой домик для здоровья моей мамы это уже мощно это прям движок если будет сказано так ну мне нужен домик потому что я смогу хвастаться перед всеми своими друзьями и родственниками ну скажем ну у вас даже не хорошо в зависимости от всего ценности человека если для человека является ценностью быть ну как бы утереть нос быть самым признанным то это очень мощный движок для того чтобы эта мечта тоже стала исполняться должно быть обоснование а зачем и оно очень индивидуально для каждого человека для кого-то хвастаться и утереть нос для кого-то привезти в свой дом маму и ее там лечить или ей будет очень классно ценность любовь и ну трепетное отношение что ли к жизни и здоровью матери смотря какие ценности для Высоцкого была ценность она состояла в том чтобы знаете как любовь и доверие сказанным смыслом стихам и может быть даже отношение к стихам было как к чему-то подаренному Богом была даже была ответственность ну это я так предполагаю а может быть ценность просто состояла в мужском подходе раз сделано раз оно имеет очень большой смысл раз я неравнодушен к своей родине и это ей поможет оно должно быть слышно ну я могу задать как бы вопрос сейчас имеете ли Вы такую вернее имеете ли Вы мечту Вы можете конечно сказать да там кто же не имеет все мечтают кто-то мечтает о машине он обязательно ее приобретет я когда-то мечтала об иномарке мы приобрели иномарку для чего мне это было престижно ну просто хотелось быть в одном строю что ли с теми кто ездит на этих шикарных машинах ну сейчас как бы уже все ездят это ничего такого уже нового в этом нет а тогда это было ну мы ездили на машине у нас были жигури шестой модели но хотелось иномарку и пошел вот этот движок к поиску как новая история бешеный ценник по моему у нас в стране тогда еще не было то есть шел поиск поиск не лучшего варианта и в общем получилось должно быть очень сильное стремление и связано может быть с любой мотивацией с мотивацией пользы для страны с мотивацией собственной славы с мотивацией престижного престижно выглядеть с мотивацией ну мотивация это как обусловленность что ли чем объясняю чем аргументируем что мне это нужно мотивация 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 может быть вернее появление мечты вообще появление мечты может быть и и связано тоже с теми ценностями человека который он хочет быть в мире например для высотского значение для родины имело смысл поэтому пошло это для кого-то значение выглядеть презентабель быть в первых рядах ну и хотя бы чуть выше серединки смотря для какого как бы уровня контингента там класса быть наилучше престижно это может вызвать появление и мечты то есть мечта сама по себе она появляется я бы сказала и изнутри и извне одновременно на какую-то ценность которая очень развита в человеке например и на ценность служения родине появляется что-то блеснувшее как пример извне и хочется или сделать так же или ну достичь такого же это как пример с машиной как пример с домом или точно так же как наверное для высотского был пример что ведь ну крутятся же простенькие очень так песни не столь ценные как мои но они идут они по радио звучат они в записях вот это появление мечты которая связана с ценностями очень глубокими ценностями и с чем-то таким подавшим знак что ли как пример образец извне оно прям дает большую энергетику движение силы дает ну вообще по идее дает дает возможности существиться иногда очень легко иногда не очень в зависимости от того как ощущает себя человек первая мощность если он ощущает себя достойным если он ощущает себя ну как сказать не боящимся никаких преград то есть им ну мотивирует там я не хуже я может даже лучше если они смогли почему я не смогу то есть мотивация должна быть такая что она как бы идет выравнение на на лучших и обоснованиях прямо которое должно набрать силы то есть силы уверенности что я это смогу мне это должно быть прямо обязан это мне быть набор различных позитивов их как бы укрепление прям этих сплав вот это все должно быть я приведу примерно своей жизни я не знаю как это назвать мечта или просто планирование жизни как бы я хотела прожить жизнь я когда-то говорила мне должна быть обязательно профессия должна быть должность профессии сильна должность нужна обязательно для того что эта возможность для меня это возможность во-первых власти чем больше моей власти тем больше моей свободы так я считала то есть нет у меня тех кто мной командует это значит моя свобода пусть мой ум будет более загружен но для меня свобода ценнее и должность она дает возможность больше зарабатывать для меня ценность благополучности очень высока была следующее чем я мечтала это иметь двух детей мальчика и девочку семья муж его и детей первая родилась девочка значит второй должен быть мальчик родился мальчик как замечтала без сомнений потому что для меня четко выверено у меня нет допущений ну может бы там будет пусть девочка нет для меня нет мне нужно чтобы я забеременела мальчиком и так произошло ну скажу что когда уже где-то было месяца там восемь моей беременности тогда узи не было я стала думать о том вдруг девочка я стала готовиться к появлению девочки ну на всякий случай ребенок должен быть любимым это главное то есть мы не пол любим а ребенка любим и я была уже так морально готова вполне все обоснования нашла двум девчонкам здорово расти вот и родился родился мальчик так как я и хотела что еще скажу я думала в одной профессии всю жизнь мне кажется скучно жить и я стала мечтать о том чтобы где-то после сорока начать пробовать что-то еще но попробовать себе еще в чем-то это здорово мне так казалось ну в принципе не после сорока но вообще-то даже к этому уже шло потому что где-то в тридцать семь я уходила сенсорик очень руками как бы мне стало подстегаться с каких-то неведомых доселе сторон вообще вот что делала там руками например руку держала над кофе и представляла что здесь не кофе налитом малиновый компот дальше вот я минут пять-семь так держала руку с этим представлением что это малиновый компот причем руку держала как будто я эту энергию этот образ посылала через руку ну я так придумала и брат заходит в комнату говорю слушай кофе налила попить не хочешь он заклинул ничего себе это не кофе это смесь какая-то кофе с малиной с малиной с малиновым чем-то то есть вот он даже определил точно и для меня вот эти все открытия пошли экспериментировала ужас как я там духа в комнату вызывала и как я почувствовала это и собака у нас была и вдруг когда я прямо сама ощутила что этот дух вызываемый появился в комнате в этот момент собака прям вся заметалась и стала так настороженно смотреть и лавить именно вот на это место где я и подумала что он появится вот эти эксперименты я проводила то есть как бы эксперименты скажем с потусторонним миром это для меня было как познание чего-то я еще не знала для чего ну около пятидесяти лет я уже пошла учиться гипнозу и здесь уже как бы знание законов как все срабатывает как действует потом пошло уже освоение другой профессии сразу с феноменальными успехами о чем хочу сказать что нужно планировать и до скольки и прожить допустим лет до девяносто но так чтобы сохранялась полезность и интерес к жизни и были творческие силы и была живость вот как это говорят интерес увлеченность чтобы полноценность любознательная жизнь продолжалась если захочется иметь возможности или вариант продлить допустим лет до 105 в зависимости как бы от собственного решения то есть получается так что жить столько сколько захочешь ведь об этом можно мечтать планировать но нужно обосновывать как почему это важно еще нужно планировать и знать какую жизнь вы хотите какую жизнь жить со своими взрослыми детьми то есть когда дети стали взрослые обрели свои семьи все равно какие-то отношения должны быть вот об этом нужно думать чтобы мешать им жить свои выборы делать наслаждаться тем что они сами чтобы они наслаждались тем что они сами взрослые сами вот это придумали сами думают об этом самих вот это так получается но как они относятся к тебе и какие отношения как делятся чем-то просят о чем-то помочь или наоборот предлагают помощь в чем-то увлечены твоей личностью ли представляете это как что были увлечены личностью это значит оставаться личностью ну вот примерно я рассказала о таких мечтах которые у меня были мало кто ну не многие люди из известных мне как-то вот так с разных сторон пробуют планировать свою мечту о жизни а это очень важно потому что так как мы об этом думаем то у нас так и получается вот я предлагаю вам тренинг который обычно у меня очень хорошо идет и и которым обычно все бывают не то что очень довольны самим процессом это само собой потому что этот процесс ну я его строю так чтобы было интересно тусовочное бы даже сказал чтобы и раскрепощались и творческие моменты там есть чтобы и смех был чтобы и ну как сказать даже увлекались друг другом что ли как личностями но этот тренинг как бы те кто на нем был не обязательно рекомендуют его еще своим друзьям почему потому что получает успехи получает успехи очень сразу есть феноменальные успехи я о них вам расскажу о таких успехах которые происходят ну например чем-то насущным была проблема вот у одной девушки была проблема и негде было жить то есть она снимала квартиру и надо было короче девушка с которой она снимала квартиру замуж вышла и она оставалась одна и надо было срочно найти с кем жить и после тренинга прямо на следующий день повезло как случайно и шеф она была средний менеджер просто шеф идет по коридору веселое настроение становится слышал что у тебя проблема она говорит да я уже подумала если не получится придется уехать я говорю слушай у нас ведомственная квартира есть иди живи ну сколько получится мы пользуемся ею раз где-то в полгода ну когда будет у нас корпоративная что-то такое ведомственная квартира будет нужна просто будем тебя просить какой-нибудь подруги переночевать идет она говорит она даже не платила за квартиру то есть вот исполнялись не только те планы и мечты которые планировали но происходило такое что видимо настолько вот подсознание начинало работать в плане обусловленности и куда-то усиление обусловленности то есть очень глубокого понимания себя и насущно что должно исполниться что оно исполнилось чудодейственное чудо происходящими способами ну и сегодня я могу предложить несколько практик как обычно все говорят предложите практику я наверное предложу практику такую какую мы вообще в принципе и делаем в этом фильме только чуть-чуть попроще мы придумаем сегодня с вами сказку и научу вам научу вас чуть-чуть потому что там будем работать глубже и не только над сказками над метафорами и другими приемами работать со своим подсознанием чтобы мечта исполнилась наверняка то есть точно вот и этот прием прямо сейчас войдете в творческий кураж и придумаете для себя то что вам нужно актуально на то что вам нужно актуально придумаете генетическую сказку вам нравилось предложение но а сейчас вы пока еще до того как мы начнем этим заниматься вы можете пройти по ссылке и заодно начните уже думать о том насколько вы обосновываете для себя важность прихода на этот тренинг то есть вот вы там сейчас посмотрите рекламку продумайте насколько вам это ценно и важно чтобы прийти то есть чтобы купить тренинг и участвовать пройдете а я уже сейчас как все это будете делать машинально я начну вам рассказывать в чем суть этого гипнотического приема гипнотическая сказка вполне ничего такого нужно насущного вам сейчас хорошо спасибо 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 Продолжение следует...